добрый день дорогие друзья мы продолжаем наше изучение торви недельная глава и мор и мы сегодня поговорим о коинах вернее продолжим коин не может брать в жены ту женщину которую ему понравится если он хочет жениться он должен только брать или девицу из своего народа или вдову больше никто никакую женщину разведенную не отверженную мужем не блудницу не изнасилованную ни на кой женщине другое жениться не может то есть человек который женщина допил юр на ней тоже не может у него есть ряд ограничений если простому человеку или левиту разрешено брать кого хочешь тор это не запрещает и закон и закон но коин нет он священник и в чем же дело для то что жена очень сильно влияет на поведение мужа она полностью может поменять в ту или другую сторону поэтому у него ограниченная возможность жениться только так вот это одно из условий если он женился все-таки на запрещенной ему женщине то суд требует от него развестись и не может быть с ней жить дальше это закон тор вот так что касается первого священника то он может взять жены только девственницу никакую другую девушку он взять не может коины отличаются особыми привилегиями и на сегодняшний день тоже вызывает торе его всегда первым если допустим человек приносит приношение допустим мирную жертву храм то самые лучшие части круги на право задняя голень достается коину а если человек попросил чтобы коин сам все сделал полностью сам взял щиту сам зарезал сам разделал то ему достается еще и правая передняя голень еще достается челюсти с языком и желудок животного эти самые лучшие части достаются ему это привилегия коинов коин не может идти на кладбище даже на сегодняшний день коин ходить на кладбище не может хоронить он может только ближайших родственников кто эти ближайшие родственники не дай бог это мама папа брат сестра если она не замужем девица дети не дай бог в общем только ближайшие категории родственников он имеет право хоронить первый священник не может даже это никого и написано что он не выйдет из храма что значит не выйдет никогда разве он не выйдет нет пишет рабе сломать сайте раши что имеется ввиду что не может идти в похоронной процессии он не может хоронить вот такой закон для первого священника единственное то мы говорим имеем митсва нет митсва называется человек один на расстоянии слышимости человек кричит что кто-то пришел похоронить человека никто его не слышит и он нашел мертвого человека обязан сам коин хоронить даже если он первый священник если он один и хоронить некому он обязан эту митсву выполнить во всех других случаях хоронить он не может становиться нечистым ему нельзя если взять первого священника то он он же служит в храме и если он будет нечистым то он не может семь дней войти если он похоронит человека то есть одна из причин вот это что он не может хоронить на коине есть масло помазание это масло дает не просто какую-то власть коина но она делает его особо сильным митраж пишет что коин должен хорошо выглядеть даже красиво выглядеть но как выбирается первое священник смотрят на его знания он должен быть великим в торе но если он некрасивый внешне то пишется масло помазание выполняет свою работу если он помазан этим маслом то он становится красивым его тело меняется и увеличивается его рост в общем многие качества становятся он красивым и наши мудрецы приводят пример с маслом помазания приводят царя Давида царем был царь Шаул и напали напали враги и богатырь Гильяд говорит выходите на бой если вы нас победите мы будем вашими рабами а мы победим вы будете нам рабами то есть кто из двух богатырей победит выставляйте богатыря приходит пастушок Давид приходит царю Шаул и говорит я с ним сражусь царь Шаул посмотрел и говорит ты молодой маленького роста как ты будешь сражаться с таким богатырем у него шесть локтей высота это около трех метров как ты можешь с ним сразиться говорит Всевышний мне показал что я сражался с тремя медведями с четырьмя львами всех убил говорит это мне Всесильный специально показал силу и теперь я знаю что я могу справиться и царю Шаулю понравился понравился Давид потому что у него на устах Всесильный и нужны были доспехи он говорит у меня есть доспехи только мои царь Шауль а он маленького роста а Шауль был выше всего народа на голову огромного роста был мужчина и Давид берет одевает эту одежду а на нем было масло помазания потому что тайно его пророк Шмуэль помазал это никто не знал и тут случилось чудо одежда пришла Давиду прямо в пору стал большого роста как царь Шауль и царь Шауль удивился но потом подумал это точно следующий царь и это его очень впечатлило но Давид понял мысли царя говорит нет мне тесно в этих одеждах он их снял и мы знаем дальше что произошло взял пращи взял пять камней пять камней это пять нихторы и запустил их в голову Галиата убил взял его меч и отсек голову Галиату и так победили бы в битве вот такой был случай это тоже масло также мы смотрим как оно работает у нас с Огароном как это работает мы видим что Огарон взял двадцать две тысячи левитов и поднимал их вперед назад вверх вниз трясыми как это может человек вообще такое сделать ну понятно что двадцать две тысячи это были и младенцы и взрослые мужчины но если мы потом смотрим то взрослых мужчин с тридцати до пятидесяти лет было восемь тысяч пятьсот восемьдесят то есть это не просто то есть или чудо или никак вот и говорят наши мудрецы это и было чудо масло помазания которым помазали первосвященник Огарона то есть были определенные чудеса вот так то есть кое у нас непростые люди мы должны это знать не просто так они у нас священники вот так вот а на сегодня наш урок заканчивается урок был дан за поднятие души Мойша бен Давид Берт Абад Исраэль Памяки Павел Бен Ефим Яков Бен Аху Владимир Бен Григорий за здоровье Давид бен Стелла Светлана Батклара Шолом Йона бен Цара Шимон бен Исхак Инна Батмира Бориза Мария Мойша бен Маня Анна Батривка Рахель Батлилия Полина Пер Батсоня Сура Лена Батклара Стелла Баттейла Женя Бат Ида Инна Бат Дора Анна Бат Елена Станислав Бен Рахель Эфим Бен Эстер Двойра Бат Мирьям Моисей Бен Ева Ирина Бат Двора Йосиф Бен Раиса Инесса Бат Моэль Евгения Бен Берта Евгения Бат Ита Фира Бат Анна Геннадий Бен Елена Елена Бат Инесса Ольга Бат Светлана Йосиф Дан Бен Цара Таня Бат Фрида Ида Бат Рива Вадим Бен Датьяна Юлия Бат Белла Яков Йосиф Бен Рахель Шимон Бен Мира Фейга Бат Берта Ася Бат Года Марк Бен Нина Ира Бат Вера Милан Бат Клара Рафаэль Бен Клара Ханна Цепора Бат Цара Ида Бен Хая Авива Фин Мин Соня Майя Бат Фаина Алексей Бен Ольга Клара Бат Броня Гая Бат Сарит Мазовым Броса Сгула Ирина Бат Тури Орона Рей Бен Ри За хороший дух Орона Рей Бен Двора Дизь Бен Ахум Авигаль Бат Цара Ханна Бат Аврагам Рафаэль Эрелэй Бен Лариса Галия Бат Гидалия Панасаи Брют Владимир Бен Рая Анна Бат Александра Марина Бат Рая Борис Бен Марина Алексей Бен Наталья Всего хорошего Олегу Марченко Всем браха Парнаса Кавана Мазал то, что мы это время не грешили Читали Тору Учили Всем желаю Крепчайшего здоровья И пусть срочно закончится Страшная война И до следующих встреч Надеюсь оно состоится Завтра 15 часов Шалом Учили